Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кидия. И сегодня я хочу поделиться с вами прочитанным, я прочитала большую статью, о Третьякове, кто же не знает Третьяковскую галерею. Именно Третьяков и основал он ее. Статья эта была опубликована как раз везде, со 160-летием, со дня, так сказать, создания официального Третьяковской галереи в Ларушинском переулке Москвы. Всем известно, что Третьяков был сыном купца. Он с детства грезил живописи, хотя сам рисовать не умел, но был настолько скромен в дальнейшем, настолько застенчив в общении с людьми, что даже если бы он когда-то что-то нарисовал, то, конечно, никому бы никогда и не показал. И тогда отец его умер, и он получил часть наследства, ему было чуть за 20, и вот тогда-то у него и возникло желание собирать картины, полотна. Поскольку в то время, в XIX веке, в начале, в смысле, в середине, как такового собрания картин не было. Ну, не считая, так сказать, императорских вот этих вот картин и прочих предметов искусства. Ну, напишет там, закажет купец художнику свой портрет или портрет императора повесить на стену, разве же это коллекция? То есть ничего подобного в то время не было. И вот бытовало такое мнение даже, да, с чего началось-то? И вот, значит, Татьяков купил 8-9 полотен зарубежных художников с Мадоннами, Ангелочками, Дворцами, Пальмами и прочее. Посмотрел на них, повесил когда. Фу, ну, чуждому это, не наше это все. Поэтому надо искать русских художников. Ну, увы, даже профессора Академии художеств Петербургской считали, что русские живописцы ни на что не годятся, что они не могут создать ни призажа Кутнева, ни мастерского портрета. Вот так все и было. Татьяков же, узнав об этом, сказал, не может быть, не может такого быть в России, не быть величайшим художником. Вот он стал, так сказать, искать. Искать, как бы то ни было, причем он обладал гениальнейшим чутьем на полотна. Он открыл, так сказать, Крамского, Гея, Иванова, в конце концов и Репин, и Сурикова, и Крамского, я уже говорила, и многих-многих других. Причем, как только он приобретал полотно того иного художника, на нем как бы появлялась на этом живописце золотая проба. Он незамедлительно становился знаменитым. Вот. И постепенно, вот так вот скупая, кстати, он был очень, как я говорила, очень скромен и старался оставаться вечерами всегда дома со своими картинами, разглядывал их постоянно. Заманить его в гости можно было только пообещав показать ему какую-нибудь картину. Больше, значит, он никуда никак не выходил. Вот, рассматривая полотна наших гениальных художников, Третьяков вот открывал их какую-то мистическую тайную силу. То есть в каждой картине, как он говорил, присуща определенная аура. И гениальный живописец, написав портрет, так сказать, показав характер, показывает истинный характер этого человека, которого в жизни это и не разглядишь. И вот коррекционирование картины, оно накладывало, так сказать, отпечаток и на его личную жизнь. Третьяков детям своим на ночь укладывая спать, рассказывал не сказки, а историю о картинках. И даже говорил, например, будете бегать по дому, как бегемоты, то сосна на картине Шушкина упадет и разломится. Или море у Азовского выплеснется на берег, дети пугались и тут же утихомиривались. Ну, в общем, Вера Николаевна, его жена Третьякова, она тоже была такая особо чувствительная. И поэтому, проходя мимо картины Федотова-Сатасова-Майора, вы наверняка помните и знаете, ей иногда слышалось ругань купеческой мамаши, что, мол, что вы тут ходите, так сказать, вмешивайтесь в чужую жизнь. Или картина Книжна Тараканова, проходя мимо нее, ей слышался писк мышей, от которого забегается, что потоп затавливает камеру, где она находится. И, в общем-то, такое создавалось впечатление, говорит, что картина мужетесна. То есть, уже несколько сотен полотен скопилось в доме, поэтому требовалась пристройка. Такую пристройку осуществили, сюда перевестились все полотна, которые собрало Третьяков. Вот, говоря о месте, так сказать, что каждая картина себе выбирает, и не только вот это место, но и соседние, так сказать, картины, чтобы не мешали. Поэтому рассказывает, что когда он приобрел две картины Боровиковского, красавица Лопухина и князя Куракина, повесил их рядом, то наутро, извините, оказалось, что картина Куракина упала и рама ее разбилась. Третьяков стал интересоваться, и история, так сказать, взаимоотношений Лопухина и Куракина оказалась, что при жизни Лопухина терпеть не могла князя Куракина, это была кита дамского угольника. Так что и не потерпела соседство рядом с своими портрежами того самого Куракина. Известна также картина Карла Брилова «Известнейшая осадница». Куракина позировала для этой картины итальянка грацует там юная Джованни Пачини. И вот после смерти отца ее забрали, забрала русская богачка, графиня Юлия Самойлова. Все думали, что девушку ждет радостная жизнь, но не тут-то было. Вскоре Джованни умерла. И вот такие трагические, так сказать, истории. То есть художник, когда пишет то или иное полотно, он как бы вкладывает свою душу, он питает это. И, соответственно, то, что он вложил туда, вот эту душу, она, естественно, воздействует и на зрителей, те, кто потом на это полотно смотрит. Особенно вот таким прямо мистиком, да, рассказывает был художник Репин, Илья Репин. Вот, как бы получается не случайно, когда Репин написал портреты мусорского, писемского и оперового, тут же после написания картины эти великие люди умерли. И особое воздействие оказывает на зрителей картина Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года, художника Мисоедова. Она просто производила неизгладимые впечатления. И вот когда приобрел Третьяков эту картину, он вообще повесил ее в отдельный кабинет, но все равно даже слуги все, проходя мимо этой комнаты, крестились, так сказать, и читали молитвы. Более того, так велико было воздействие, даже не глядя на эту, когда на нее не смотрели, Третьяков даже стал замыкать эту комнату, с тем, чтобы никто не проник. Так вот, опять же, мистика какая. Дело в том, что художник Мисоедов, с которого писал Репин, царя, убийцу, он чуть не убил своего малолетнего сына, Ванюкова. Хорошо там художник, приятель его при этом присутствовал и забрал мальчонку к себе вообще-то на совсем. А позировавший Репину в роли убиенного царевича, писать их Гаршин, покончил же с убийством, кинулся в лестничный пролет и убил. То есть, вот как бы все это вот как-то неоднозначное впечатление все это производит. Вот он еще рассказывал о художнике Сурике, когда он писал «Утро с резкой казни». Кстати, Третьяков купил это полотно, огромное полотно, как вы знаете, за баснословную сумму, за 8 тысяч рублей в то время. Вот. Так он же потом написал и боярину Морозову, и в березине меньшиков. Это неизгладимое впечатление она производит, особенно тут, в Третьяковской казни. Сам Суриков рассказывал, что вот как наваждение на него нашло, когда он бродил по Красной площади, по Москве, ему прямо вот мерещилась, виделась вот эта картина вместо деревьев, домов и так далее, то есть фигуры и так далее. Запах крови, вот ужаса, страха он ощущал. Она ему снилась, вот эта вот, именно вот эта вот казнь, вот расследовательская казнь. Особенно такое нитующее впечатление производила фигура Петра, которая лично руководила этой казнью. В общем, и он тогда вот начал писать так, как он это себе представлял, поэтому, естественно, передал все свои эмоции этой картине, и, соответственно, они оказывают неизбодимые впечатления и на тех, кто до сего времени смотрит на эти картины. Ну, в общем-то, как я уже сказала, он был очень скромен, Третьяков. И, хотя в семье, в общем-то, не отказывал ни в чем, но сам лично в своих, так сказать, был очень скромен, ну, очень весьма скромен. Он носил костюм один и тот же, так сказать, пока он не истреблится, кстати, посещительно было, что он за всю свою жизнь износил всего лишь таких восемь костюмов. И когда по распоряжению императора Александра III, который оценил величайший дар Третьякова в создании этой галереи, хотел пожаловать в дворянство, то Третьяков с негодованием отверг, что я родился кувцом, кувцом и останутся, не надо мне это. То есть весьма скромен был. И, поскольку не помещалось вот количество всех собранных полотен уже в том помещении, которое даже в пристройке, то Третьяков в 1893 году передал вот все, что он собрал, а это 1200 с лишним картин, масса эскизов, несколько скульптур, он передал дар городу, городу Москве. Вход туда, как и при нем, был бесплатен. И невиданное дело. В первый же день, со дня открытия этой галереи, посетило 700 человек. И с тех пор тысячи и тысячи, сотни тысяч людей постоянно посещают Третьяковскую галерею. Там уже скопилось свыше ста тысяч полотен, эскизов, рисунков и так далее. То есть на всякий вкус, так сказать, может каждый, кто посещает Третьяковскую галерею, найти что-то свое, близкое. Ощутить те эмоции, которые были вложены художникам в то или иное полотно. И более того, на чем я и закончу. Значит, есть такое предание, которому уже несколько десятков лет, больше сотни лет. Например, считается, что осенний день Левитана, Золотая осень, вернее. Золотая осень Левитана, там столько оттенков, вот оранжевого, золотого, желтого, вот такого, что верит среди предпринимателей, ну раньше, для революции копцов, что если, например, найти 12 оттенков золотого, то непременно тебе повезет, ты будешь удачей в своих делах. А того же художника Левитана «Осенний день», «Сокольники», пейзаж этот, он еще, Левитан писал этот пейзаж 18-летним влюбленным юношей, видимо, вот эту влюбленность, она передалась этому полотну. И среди барышень ходило поверье, что если долго всматриваться вот в это полотно, то увидишь, ну как бы изображение молодого человека. Если ты это увидел, то да, скоро ты увидишь замуж, такой человек в своей жизни не появится. А еще деревенские девчонки, которые перебирались в Москву, они почему-то полюбили картину Аленушка Восенцова и считали, что вот если, значит, всматриваться долго в эту картину, то вот этот переезд в Москву, оно обринется удачей, у них сложится хорошая жизнь, так ты можешь в этой сказке, в Аленушке-то, так сказать, и конец-то волшебный, и она удачно вышла замуж с богатого человека, чего-то, так сказать, и девицы все, которые переезжали в Москву на заработки. Вот таким образом, хочу закончить словами Павла Третьякова, душа оживает в живописи, которая несет нам радость, иногда боль, огорчение, то, что передано, то мы и чувствуем. Поэтому славен этот человек в веках, вот честь ему и слава, все, до свидания.